...внимание к тому, что сегодня здесь будет происходить. Для меня, как для автора этой истории, конечно же, это исторический момент. Исторические события такие бывают раз в жизни. Ну, если даже потом следующий, следующий, то это уже другое-другое. Но то, что судьба меня привела в советских митографистов, в Дом кино, но это вещь, к которой я давно, скажем так, всю жизнь стремился, что профессиональное сообщество, в лице Канниси, признало меня своим коллегами. Это важный очень момент. И, конечно же, мне с 2019 года, с того момента, когда это произошло, очень хотелось бы познакомиться с жителями, старожилами этого легендарного исторического места. И не буду скрывать цели и задачи, с которой я сегодня, в том числе, сюда пришел. Вот одна из них написана вот тут на значке. Замечательная фраза. Алексей Тебридович Балабанова. Найти своих и успокоиться. Пожалуйста. Вот. А второе, я все еще не теряю надежды, что не только от меня могут прозвучать такие слова, а и в мой адрес тоже. Саш, давай что-нибудь вместе хорошее сделаем. Вот. Именно от профессионального сообщества. Вот. Но в любом случае, это повод для нашего знакомства. Хороший повод для нового знакомства, потому что в зале, слава Богу, присутствуют сегодня люди, которые мне не знакомы совершенно. Но, тем не менее, как и положено, да, в этом году картина была завершена. Кинокомпании «Строллингфильм», которая в 19-м году была организована. Это кинодиптик, то, что вы увидите, но вы, наверное, видели, читали об этом в афише или пригласительном «Велите». То есть это размышления в двух частях, киноразмышления в двух частях об одной и той же такой большой, на мой взгляд, о большом вопросе, да, жизненном. Какой, не буду его называть. И первая часть принадлежит Перу моему, как члену союза писателей, автору романа, который в этом году, нет, в конце прошлого года вышел, при пол-классика «Штукатурное небо». И это одна из его глав легла в основу первой части. Называется она «ДД», дополнительная диспансеризация. А вторая часть создана на основе рассказа нашей близкой подруги, которой с нами нет уже, к сожалению, с 2014 года, Елизавете Новиковой, которая в ночь на 7 мая 2014 года покинула нас, но дальше ее супруг предпринял усилия для того, чтобы ее литературный труд авторский, да, она просто была книжным обозревателем всю свою жизнь и журналистом литературным, но вот чтобы ее авторский труд увидел свет в виде книги, да, а мы вот к ее юбилею таким образом решили память о ней продолжить. К тому же тема оказалась очень созвучной с той темой, которую мы поднимаем. Елизавета как? Елизавета Новикова. Новикова, ну пожалуйста. Книга называется «Короткий путь и вечность». Рассказ называется заглавный, тоже «Короткий путь и вечность». Новелла, которая… Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Новелла, по которой… В смысле рассказ, по которому написан сценарий, сценарий называется «ЕБЖ». Если буду жив, если буду жить и так далее. Вот, значит, вот как раз вот, Лен, я хотел бы, как это положено по протоколу приятному, позвать тех в зале, кто имел отношение к созданию этого фильма, вот те, кто в нем снимался и кто снимал тоже. Вот оператор, постановщик, проходите. Один из операторов, второй новелл, Юрий Бернацкий. Вот исполнительница, две главные роли во второй новелле есть. Это роль жены и роль мужа Евгений Бурмистров и Елены Беленко. Собственно, вот Вероника Нуркова, ну, в смысле, она не имела отношения непосредственно к производству, но она всегда имеет отношение, как сказать, к покрова, к всему. Да, как говорит мой папа, пройдет. Галина Игнатьева, вот, и, да, ее вы там тоже увидите, но вы знаете, что кино это всегда труд большого количества людей, которых мы не знаем, не видим в кадре, да, режиссер тоже не знает, но он, как бы, наглый товарищ, он все время, как бы сказать, от своего лица, а кому еще, да, всегда представляет труд большого количества людей. Галина Игнатьева и просто подруга наша, и наш единомышленник, и супруга Евгения, вот, огромная помощь тоже в организации. Значит, в съемках первой новеллы приняло участие порядка ста человек, в съемках второй, наверное, чуть меньше, но это было кропотребие и так далее. Ну, вот, чем еще вас, как сказать, спугнуть или поразить, не знаю. Когда я об этом рассказал Дежди Шану, продюсеру, что, в общем, ну, я бы смотрел как на сумасшедший, что первая новелла, которая называется ДД, это, по-моему, на диспансеризации, была снята. Проходите, да. Творческими силами, или на компании «Строникфильм». Проходите сюда, кстати. Вы их тоже увидите. Родионовы, Ксения и Степа из второй новеллы. Слепой мальчик. Из ЕБЖ. Да, значит, была снята на абсолютном творческом подъеме, в локдаун, да, в разрыв этих дней, когда точно никто никуда не мог пойти ни на какую работу, да, а мог спокойно открыться и отдаться повиновению нас, как, так сказать, создателей, да, этой ленты. Бюджет составил 35 тысяч российских рублей. Спасибо. Вот. Это полная ложь, кто втюхивает нам, что кино нельзя снять. Можно это сделать. Да, можно это сделать, да, если у вас есть... Есть горячее желание, и правильное, верное, рядом находятся друзья и товарищи. Потому что, кстати, и стихи можно написать на салфетке в столовой. Они от этого не перестанут быть стихами. Вопрос там был. Да. Какое по времени снимали? Снимали... Первые новеллы снимались одну смену, и дальше были досъемки. Ну, скажем так, вот сутки, давайте так скажем. Именно снимали, да? Есть постпродакшн, который занимает тоже время, там надо искать лазейки в возможностях коллег по другим цехам. И так далее. Вторая новелла снималась пять дней. То есть, в эти сутки ходило озвучание... Нет, 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 это только съемочный период. Сколько потребовало с азартином времени? Вы имеете в виду на создание? Да. Ну, если вторая... Ну, как вам точно объяснить, сказать? Вторая история очень кропотливая. Там порядка, наверное, более чем пяти тысяч склей в ней есть. Это не значит, что вы сейчас калейдоскоп, который мелькает в глазах у вас, значит... Время, сколько мы присели, или сколько мы учитываем, или сколько мы ждали до того, от присея, ждали, потом присели. Первый до последнего дня. Вот от замысла до реализации, в конце концов, да? Начинается съемочный период. Вот мы ходим в комнату... Хорошо. Вы, наверное, из бухгалтера. Что ты там, бухгалтер, за что? Нет, я, наоборот, уважительный. Будь точность. И очень важна точность. Это правда абсолютно. Нет, ну мы же не берем те периоды, допустим, вот оно было снято, потом Саша занимался чем-то другим неделю, потом вернулся. Давайте так, с момента, когда мы стали снимать, вот это первый съемок в Сенгей, до премьеры в Одинцово... День съемки. Наверное, месяца в семь прошло. Ну, сликсилу. Ну, так серьезно. А? Ну, наверное, да. Полгода ушло на то, чтобы мы с паузами ожидали возможности сделать это безвозмездно от чистого сердца. Скажем, ну, считайте...